привет дорогие друзья а сегодня буду варить рассольник ленинградский или рассольник по ленинградский как больше нравится как всегда рассольник это один из самых любимых супов советских времен да и название его такие советские ленинградский в том числе взятые с кулинарной книги именно советского периода и посмотрим что ели советские люди я приготовил заранее все ингредиенты это там уже на печке уже закипает вода сейчас нарезал 300 грамм 350 мяса на кассету ребрышки непременно атрибут это огурцы соленые там в рецепте написано два огурца год но так как они такие малюсенькие очень очень маленькие эти огурчики то есть корнишончики вот такие вот они сделают взял их 6 штук так картошки там написано было 200 грамм на 200 грамм я условно взял там 5 небольшие картофелиным чуть больше куриного яйца примерно получается 200 250 грамм морковку одну где был написано что 100 грамм это достаточно лук ну там перец нужно будет черный молотый по вкусу лавровый листья классная не буду нынче укроп петрушка это мне все есть ночью и вот я вообще поступаю потому что я закладываю сейчас мясо в кастрюле так измельчая мясо написано что ленинградский рассольник готовить на говядине но к сожалению говядины у меня сейчас нет она закончилась поэтому вместо говядины применяя свинину свиные ребрышки свинину я обожаю не на я очень люблю мясо в кипящую воду затем я беру огурцы нарезаю кубиками так сотейник налил бульон отсюда вот они должны боится где-то минут 15 когда выпариться вот этот бульон нужно будет сверху налить морковку была очень большая я ее а половину за ее мелкими кубиками и отправляю куда куда же вы сотейник где варится огурчики нарезал мелкими кубиками морковь даже заранее нарезанные очищенные нарезанный лук отправляют даже нарезанный кубиками картофель нужно будет опустить картофель вот нарезанный кубиками картошка пускается но советует еще добавить 20 грамм сливочное масло что-то я не рискую но думаю раз написано в рецепте значит нужно сейчас достану 20 грамм сливочного масла но соответственно бар здесь у нас еще где-то минут пять пусть варится бульон следующим этапом промываем из здесь буквально 100 грамм реально 100 грамм промываем пока вода не станет чистой но и вот и потом слили эту чистую воду рис у нас у нас готов для того чтобы его опустить в кастрюлю так опускаем рис так остается нам здесь посадить чуть-чуть прибавить огонь здесь у нас уже довариваются продукты так и сюда сейчас добавляю заранее приготовленный рассол где-то примерно стакан 150 200 миллилитров в данном случае 200 миллилитров ну и на последнем этапе то что у нас получилось в сотейнике дата те пассированные в рассоле овощи это лук морковь огурцы мы все сливаем вот в эту кастрюлю все просто гасим огонь и все содержимое сотейника рассол и овощи все это нас уходит в общую кастрюлю после вот этой манипуляции нам остается подождать 5-7 минут когда давать картофель ну и все и можно будет после этого поперчить кладем перец это душистый горошек с курицей и еще черная черная горошка вот это молотый черный перец вот это молотый черный перец черный горошек и щепотка черного горошка делая перемешиваю все и вот она почти почти готова осталось буквально пару минут можно выключать печку плиту 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 давайте лук лук и